Администрация промышленного района Самары в телеграм-канале сообщает, что отдельные категории граждан имеют право на компенсацию взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и размещают карточки, в которых говорится о том, кто может оформить такую меру поддержки. Людям старше 70 лет положена компенсация в размере 50%, а старше 80 в размере 100%. Компенсация положена собственникам жилого помещения, не осуществляющим трудовую деятельность, проживающим одиноко, либо с другими неработающими гражданами пенсионного возраста. За подробной информацией нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Администрация железнодорожного района Самары сообщает о том, что для укрепления благополучия многодетных семей предоставляется единовременная социальная выплата на приобретение строительства жилья семьям, имеющим 5 и более детей. Ознакомиться со всей информацией об этой выплате можно на сайте администрации Самары. Подробную консультацию также можно получить по телефону 310-3135. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что один из благотворительных фондов приглашает жителей Самарской области поучаствовать в интересном проекте. Фонд собирает реальные истории о вас и ваших старших, которые были и есть рядом. О вас самих и вашем отношении к возрасту, к вертикали семьи и рода. Присылайте свои истории. Какие-то из них станут театральными постановками, их выберут театры, участвующие в проекте. Другие просто останутся в вашей истории жизни, и вы будете хранить их и передавать своим близким. Обычные истории – это проект возможностей для небольших театральных коллективов Самарской области и людей, кому важен диалог о ценностях возраста и понимании поколений. Подробной информацией на сайте проекта обычныеистории.рф. Проект реализуется благотворительным фондом при поддержке Минэкономразвития Самарской области.